Привет! Какой вид муравьев приходит к вам в голову, когда у вас спрашивают про злых и агрессивных муравьев? Кто-то подумает про винаторов, кто-то про эридомирмиксов, а кто-то вспомнит мирмикарио Бурнея, и он будет прав. Бурнея это одни из агрессивных муравьев, которых не так сложно поднять, и для них не обязательно быть профессионалом киперства. Сегодня я расскажу про то, как они у меня появились, что с ними будет дальше, а также минусы этой семьи. Вы на канале Ансфою? Поехали! Купил я эту семью 25 июня, выиграв ее на аукционе. По приезду было замечено, что в этой семье много расплода, что было очень хорошим знаком. По приезду домой я дал им пару часов отойти от стресса, после чего решил заселить их в формикарии. На тот момент у меня был только в формикарии Ансминск XL Oasis, поэтому решил заселить именно в него. Музыка. После переселения я накрыл гнездо тканью, чтобы муравьи успокоились. А сам пошел спать. На следующий день муравьи полностью переселились в гнездо, после чего было видно, что ферма для них мала, и в скором времени придется их прислять в другую ферму. Дальше я решил им дать семь знахарей. Знахари для них были как семечки, и ни от них ничего не оставили. На следующий день я уже решил дать им таракана, которого они съели за пару часов, поэтому пришлось дать им еще одного. Потом я уехал из города на пару дней, поэтому пришлось оставить их одних. Через три дня я приехал домой, и первым делом решил посмотреть, что у них произошло. С бурнеями все хорошо, потерь никаких нет. Также были видны новые рабочие. Сразу после приезда я дал им сироп и тараканы. Было видно, что они голодные. Сразу после этого я вернул их на полку, дабы не беспокоить их. Многие могут задать вопрос, почему я так упорно слежу за их количеством смертей, за их количеством новых рабочих. Дело в том, что эта семья коп. Для тех, кто не знает, что это такое. Объясняю. Некоторые продавцы продают семьи муравьев не выращенные с одной самки, как мы уже привыкли, а выкопанные из разных тряпических лесов, полей и тому подобное. То есть, данная семья муравьев жила в природе. Одна из проблем копанных семей в том, что некоторые продавцы забирают не всю семью, а лишь самку и несколько десятков рабочих, оставляя оставшихся муравьев без самки, из-за чего они умирают. Поэтому, возможно, что в этой семье Бруней было рабочих в несколько раз больше, чем сейчас. Также в этой семье можно заметить большие личинки. Из этих личинок появятся либо крылатые самки, либо самцы. Это тоже причина того, что эта семья коп. В это время у них в природе проходит лед, поэтому они и выращивают эти личинки. Если что, насчет того, что это семья коп, я знал. Конечно, это очень обидно, но будем пробовать вырастить из нее огромную империю и вернуть ей прежние размеры. На следующий день я решил купить для них новый формикарий. Взял я вот такой банерин на две камеры от Ансминск. Решил взять именно его, потому что в нем будет в два раза больше места, чем в Оазисе. А еще, за счет того, что это банерин, в нем получается большая арена, что, как по мне, очень хорошо для бурны. Увлажняем гипсовый блок. Заливаем в кормушку сироп и можно подключать трубку к старому формику. Сразу появились рабочие, которые начали осматривать трубку, а некоторые начали залезать в нее. Не прошло и часа, а уже почти половина рабочих изучает новое жилище. В том числе на новой арене уже сидит самка с частью расплода. А вот, кстати, момент, когда самка переходит в новое гнездо. Спустя час они полностью переселились. Осталось лишь 10 рабочих в старой ферме, которых я перекинул вручную в новую ферму. Кстати, я заметил, что бурны при опасности выделяют запах, который очень сильно похож на запах соснового леса. Запах, конечно, не сильный и больше нескольких минут на руках не остается. Что же, давайте оставим их на пару дней в покое, чтобы они привыкли к новой ферме и не стрессовали. Ну что, давайте снова посмотрим, что у них там. Муравьи полностью обжились в новом формикарии. Сейчас это не видно, но до слемок они скучковались вместе, заняв всего лишь половину камеры. Это меня очень радует. Значит, им этого формикария хватит на больше, чем я думал. Также я решил налить им хорошую каплю сиропа. Белок также едят с огромным удовольствием. И мне кажется, что сколько ты им их не дашь, все равно все съедят. Подводя итоги, что хочу сказать. Бурнеи это очень интересные муравьи. У них очень интересная охота. Они очень быстро развиваются. Также мне очень нравится, как они поджимают брюшко под себя, смахивая на морских коньков. Данную семью я не буду продавать, оставлю у себя в коллекции. Надеюсь, что с ними все будет хорошо, и я смогу вырастить из них целую империю. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также можете подписаться на мой телеграм-канал. Там информация о роликах выходит намного раньше. Не покупайте делевые фермы. Пока.